Приветствую вас, друзья дорогие! Мы с моим сыном Даниилом отправились сегодня утром из Кишинева в Одессу, но по дороге решили свернуть в Сарату. В Одессу мы отправились, чтобы преподавать там на конференции, в библейской семинарии. Конференция начинается завтра утром, но мы решили заехать в поселок городского типа Сарата, потому что очень я захотел заехать в этот поселок и возложить букет цветов к памятнику Игнаца Линдова. Мы приехали сюда, остановились в центре у кирхи, то есть церкви немецкой, у здания, и было очень приятно увидеть, что в этом здании сейчас собирается Баптистская церковь этого населенного пункта. И когда зашли в музей, спросили, если есть какая-то книга, какие-то материалы о истории этого населенного пункта. И тогда женщина Любовь Михайловна, ее зовут, она нам показала книгу, книга Петра Узунова. И я попросил экземпляр этой книги, она сказала, что нет, не может, но может связать меня с автором, который, возможно, имеет книгу в электронном варианте. И она сказала, что автор является служителем Баптистской церкви. Его очень приятно было, она познакомила. Мы пообщались по телефону, и вот мы сейчас уже встретились с нашим братом Петром Ивановичем, который на работе находится, взял перерыв, чтобы пообщаться с нами. И вот я очень хочу, чтобы он нам рассказал больше. Но сперва, Петр Иванович, расскажите немножко о себе, о том служении, которое вы делаете здесь, в Бессарабии. Я являюсь дьяконом местной Баптистской церкви, которая проводит свои служения именно в храме, в одном из первых зданий культовых в Бессарабии, в том храме, который... Который был построен в 1840 году. И отреставрирован уже в 1995 году при содействии Общества Бессарабских немцев и господина Кельма, который в то время был председателем этого общества. Естественно... И они предоставили это здание в Баптистской общине? Да. Поскольку не было здесь ветеранских общин других, а самым близким к ним были мы баптисты. Особенно к мировоззрению Линдла. Наверное, баптисты ближе всего. Наши братья участвовали в реставрации кирхи этой. Это замечательный... Это вообще памятник архитектуры. И, кстати, были братья из Молдовы, участвовали тоже в строительстве. Очень приятно. Я могу, если вам интересно, узнать, кто был, откуда. Этой информацией владеет наш пастор. Очень приятно. Я всего лишь знаю, что в 1995 году, буквально за несколько месяцев, наша кирха была восстановлена. А была она в печальном, плачевном состоянии. Здесь был и дом офицеров, и склад... При советской власти. При советской власти. Уже последнее время, в девяностых, в начале девяностых, это был зал дискотеки. Естественно, это здание рушилось, его нужно было спасать. И вот так Бог устроил, что нашлись люди в Германии, которые захотели восстановить этот храм. Двигателем всего этого процесса был Эдвин Кельм. Он выходец из Мирнополия Арцехского района, Фриденсталь. Его в то время возглавлял общество без арабских немцев. Он приехал в Сарату. Эту кирху чудом передали им, а они уже передали нам. Я могу очень много рассказывать, но это отдельная тема. Удалось буквально за 4 месяца ее восстановить в том варианте, в котором она была, когда в ней служили жители Бессарабии. Это очень интересно узнать про эту церковь, про это здание. Тем более, что она одно из первых культовых зданий на этой территории, на территории Бессарабии. Хочу еще сказать вам, что вся эта Одесская область. И тут есть, кажется, 8 районов, которые входили тогда в Бессарабию. И включительно этот Саратский район, он входил в Бессарабию. Я очень хочу узнать у вас сегодня больше о Линдле. Расскажите о Игнате Линдле и почему он для каждого баптиста, для каждого евангельского христианина на этой территории и в Молдавии, и в Украине, здесь на юге Украины, почему этот человек, важно нам всем знать об этом человеке. Да, действительно, тем, кто интересуется историей нашего края, просто необходимо познакомиться с этой личностью и с ее деятельностью здесь. Особенно, если мы интересуемся историей религии, историей движений, христианства здесь. Игнат Целиндл – это один из ярких представителей поздней реформации. Родился он недалеко от города Авсбурга и начинал свою деятельность как католический священник. В семье было девять детей, он был шестым. Очень рано умирает мать. И этого талантливого мальчика заметил дядя по отцовской линии, доверенный брат, и взял его к себе в семью на воспитание. Линдлу с детских лет были предоставлены прекрасные условия для развития, для чтения Библии. Он прекрасно заканчивает иезуитское училище. Он заканчивает факультет, который готовил капелланов для церквей местных. Тоже с блестящими успехами это делает, заканчивает. Его направляют в родную церковь. И десять лет он служит в родной церкви своей. Но потом происходит нечто где-то на уровне 1813 года. Линдлу знакомится с учением пиетистов. Он встречается с Вернером, вторым будущим основателем Сарата, о котором я чуть позже скажу. И в его мировоззрении происходит очень резкий поворот от католического священника, имеющего уже свой приход, к которому шли люди на проповеди. Кстати, Бог наделил его величайшим даром проповедника, пламенной проповедник. Он собирал толпы людей, люди не вмещались в помещение церкви, в которой он проповедовал. Кажется, было даже там еще в Германии. Уже в Германии он имел успех, известность. И, казалось бы, перед ним открывались все возможности, если бы он шел как католический священник. Но Линдлу знакомится с протестантизмом, в частности, с пиетизмом в 1813 году. И с тех пор он становится одним из активных деятелей протестантского движения в Германии. Естественно, это не понравилось властям, руководству католической церкви в Германии. Начинаются гонения, ему запрещают проповедовать. В Германии заходит даже до того, что Линдла сажают за решетку на 9 месяцев. Но он не отрекается от своих взглядов. Но в этот период русский царь Александр I тоже проявляет особый интерес к протестантизму. Его схоластические взгляды известны. И Линдл узнал, что есть возможность продолжить служение уже в России. Он принимает приглашение русского царя и министра духовности и просвещения Голицына, который в тот период работал над переводом Евангелия на русский язык. Его принимают как очень дорогого гостя, хотя он был гоним, он тайно выезжал в Германии. Царь присутствует даже на одной из его первых проповедей. Просит благословения у него русский царь Александр I. А потом его назначают старшим служителем одной из католических церквей в Санкт-Петербурге. Одной из самых больших католических церквей. И Линдл, казалось бы, получил в России все. Он близкий друг царя Голицын. Его посвящал весь свет русской интеллигенции, посвящал его служение. Его проповеди им восхищались. Но почему-то Линдла это не удовлетворяло. Почему? Потому что здесь, в России, он снова столкнулся с влиянием католицизма. И его протестантские взгляды, то есть то, о чем он молился, его позиция, его пиетистские взгляды не позволяли ему раскрыться в полной мере. Потому что он проповедовал, как и все протестанты, о покаянии, необходимости покаяния, необходимости принятия новой жизни. Рождение свыше. Рождение свыше. А это не нравилось ни католикам, ни православию в России. Ни лютеранам. И лютеранам тоже. И получается так, что он вынужден был искать еще что-то для того, чтобы его служение было плодотворным. В это время, в этот период, как раз происходит активное заселение Бессарабии, отвоеванное у турок в результате русско-турецкой войны. И Линд узнает о том, что царь дарит всем желающим приехать в Бессарабию, дает свободную землю, дает возможность строить свои поселения и разрешает им сохранять свои вероисповедания. И тогда Линдл начинает работу над так называемым апостольским проектом. В книге Уте Шмидт, это все названо «Апостольский проект Игноца Линдла». Он вдруг знал, что есть возможность, уникальная возможность построить на совершенно новом месте абсолютно новое поселение. И пригласить своих единомышленников из Германии сюда. У пиетистов одним из главных принципов была идея Второго пришествия Христа в 1836 году. По предсказаниям Бенгеля и по своеобразным, скажем так, по подсчетам хилиастов, так называемых, Христос должен был прийти на землю, по их мнению, в 1836 году, причем он должен прийти на территорию Северного Причерного моря. Так они читали Слово Божие, так они книгу Даниила, правило, почитали. Он загорелся этой идеей встретить здесь со своими единомышленниками Иисуса Христа. И для этого построить поселение совершенно нового типа. Такое поселение, в котором его сторонники могли бы реализовать идею христианской коммуны. Линдл хотел, чтобы его единомышленники жили так, как жили первые христиане, первый свет после Христа. По Евангелию, по книге Деяний, вторая глава, 42 стих, отмечены принципы жизни первых христиан. Именно такую коммуну христианскую хотел создать здесь, в Риме. Но нужно было найти место для этого поселения. Кстати, в это время уезжает декан католических всех церквей Юга России в Одессе. И Линдлан назначает деканом или пропстом, как тогда называли, всех католических колоний Юга России. И направляет его в Одессу. В Одессу. И он получает возможность познакомиться с теми территориями, которые здесь открылись. И самое главное, он, приехав сюда, ощутил очень сильное давление со стороны католиков. Он протестант, являлся в то же время руководителем. Окна ему разбивали. И окна разбивали. В колонии Ландау его встретили с виллами и косами, не пустили в храм. В Одессе очень много было попыток запретить ему служение. Но это был человек величайшей воли, веры. Приехав в Одессу, он тут же пишет письма в Германию к Вернеру и своим темномышленникам подготовиться к приезду сюда. А Линдлан, выполняя свои обязанности и пропства католических колоний, одновременно искал место для нового поселения. Эта идея очень крепко засела у него в глазу. И Линдлан, Вернер ее поддержал. И вот, начиная с 1820 года, с сентября, первая колонна его единомышленников выезжает из Гингена, проезжает на повозках через всю Европу. Прибывает в Одессу в 1820 году. В 1821 году вторая колонна приезжает в Одессу. Я даже поражен, как и где он мог их разместить, поскольку места еще не было определено. А это было много, там, 57... 57 переехали только в Саратов из Одессы. А в Одессу приехало больше. Многие из них осели по окрестным колониям, потому что Линд в полтора года не мог определиться с местом. Он искал место возле Очакова. Ему предложили там участок земли. Но он от Очакова отказался, потому что не было... Вот сейчас главная идея Линда. Не было рядом немецких колоний. А у него идея была не просто создать колонию, но чтобы она могла служить. Кому служить? Второе место ему предложили под Аведиополем. Он в Аведиополе отказывается по той же самой причине. И находит третий вариант. Весной 1822 года, ранней весной, еще снег не растаял, он приехал сюда. Из Одессы преодолел это расстояние. Через место проехал. И нашел место, которое находится недалеко от уже существующих немецких колоний. Арциз, Торутино, Велизино. Это уже были основаны немецкие колонии. Почему он это делает? Я сейчас узнаю главную причину. Он хотел создать миссионерскую школу для распространения Евангелия именно в Сарате. А для того, чтобы Сарата была центром, нужно было, чтобы вокруг были немецкие колонии. Пусть и католические, но... Ну, кажется, для него разницы нет. Потому что уже на первом служении были и католики, и... Все становились протестантами, когда слушали его проповеди. Все хотели каяться. Я знаю, что сперва пришли, они называли себя и бангинскими. Те первые 57, которые пришли с ним. Потом две еще волны были. Пришли по 40 где-то. 40 семьи пришли от католиков. Даже католики от Вюртенберга, да, вторая группа. Потом были и лютеране. И лютеране, но лютеране это уже те, кто остался со старостой Саратой, Фейдерем. О нем тоже надо несколько слов сказать. Потому что Сарата где-то к 1935 году стала лютеранской кабаней. Я об этом тоже могу сказать. По-моему, это интересно будет. Но вернемся к Ленгу. Людей нужно устраивать, нужно искать место. И вот он находит место, которое по его принципам соответствует его идее. И весной 1922 года эти люди буквально за неделю, 50 повозок, о которых мы уже все знаем, известно, преодолевают расстояние от Одессы до реки Сараты. И основывают на берегу Сараты поселения. Они даже не изменили название. Это название реки. И во-вторых, у меня есть одна из версий, что слово Сарата... Соти. Это уже третья версия. А вторая... Это румынское слово Соти. Да, да. А вторая версия, знаете, какая... Солен. Вторая. Помните версия какая? Сарепта. Сидонская. Библейский текст. Вы, наверное, помните. Да. Это тоже было на слуху. И им понравилось название, и Лен решил не менять. Здесь не было поселения. Было татарское поселение, глиняные домики, которые были полуразрушены. Но, в принципе, на этой территории не было поселения. Он остановился в том месте, где был источник очень известный по всей Бессарадии. Он искал этот источник. Он знал о нем. Это 19 марта 1922 года. А 20 марта он от источника прошел километр ближе к реке и нашел прекрасную площадку между возвышенностью и рекой Саратой. И положил камень. Собрались все вместе, помоливались. Кирха сейчас на том месте. Не Кирха, а его памятник. А, его памятник на том месте сейчас. Это очень интересно, причем случайно. Когда памятник делали, мы еще не знали где это место. Потом я определил примерно расстояние от Кирхи до реки, центр, географический центр поселка. И он как раз попадает на это место, где сейчас стоит памятник. А памятник – это отдельная история. Его ставили люди, которые ничего не знали о Ленге. Немцы попросили и люди установили. И тогда еще, я еще тогда даже не работал над этим материалом, когда памятник у нас появился. В 2001 году. Моя книга выйдет только в 2010 году. А в 2001 году о Ленге знали только немцы, которые к нам там лежали. И они финансировали строительство этого памятника. Так, Ленг приезжает сюда в 2022 году, в марте. И 20 марта – это день основания Сараты. Именно 20 марта он провел, совершил молебель. Молебель на том месте, где стоит памятник. Осветил первые камни. И люди плакали. Мы сейчас отмечаем день рождения Сараты. У нас теперь две даты. 20 марта – основная дата. Ну и день покрова Святой Благородицы. Это уже как бы… Да, похрама православная. Но первый остается в основном. И можете себе представить… Он недолго тут был. Вот он тут… Два года, кажется. Меньше даже. Год и девять месяцев. Он получил от царя очень серьезную финансовую помощь. 50 тысяч рублей на основании на строительство. Дома строились очень быстро. Буквально за один год было построено уже 100 домов. Люди вышли из землянок и поселились в своих домах. Но Сарата была бы невозможна без еще одного христианина, миссионера и очень богатого человека. Это христиан Вернер. Только союз Линдва и Вернера могли создать вот то, что появилось в Сарате. Вернер был меценатом, очень богатым человеком. И когда он узнал об идее строительства здесь поселения, он сделал все, чтобы приехать сюда. Он продал свои имущества в Германии. Он занялся всеми финансовыми вопросами, связанными с переездом сторонников сюда. Вернер готовил людей в Германии. Линдв здесь искал места, а Вернер там их готовил. Вернер приедет уже в августе 23-го года. Это через год. И мы начнем строить дом. Но Вернер тоже очень мало проживет в Сарате. Но это я отдельно. А Линдве? Линдлу удалось за год и девять месяцев построить поселение по собственному плану. Удалось сделать Сарату центром духовного возрождения Бессарабии за тот период. Представляете, в Сарату каждую субботу стремились люди на пропорте к нему. Он ездил по другим кабанам. Восьмидесяти километров. Это общеизвестные факты. Я сейчас на них не буду устанавливаться. Но что произошло с Линдлом? Почему так хорошо начавшаяся его судьба? Закончилась так печально. Год и девять месяцев удалось ему здесь продержаться. Что произошло? Все-таки католические священники и руководство католических колоний не могли смириться с его протестантскими взглядами. Сюда в Сарату приезжает епископ католических церквей из Каменец-Подольского. Всех католических церквей, которые находятся на этой территории. Даже в книге указана его фамилия. Приезжает с проверкой, что происходит. Почему Линдл обращает католиков, протестантов? Почему в нашей церкви католические не растут, а растет церковь Линдла? Что происходит? И приехал он не просто узнать, что происходит. Он приехал, чтобы найти какие-то недостатки для того, чтобы убрать его отсюда. И знаете, находят. А поводы Линду, из-за того, что он перешел на протестантских ягодов, поводы дал сам. Во-первых, целибат. Его обвинили в том, что он нарушил целибат. Он действительно женился еще в Санкт-Петербурге. Кажется, на сестре того, который привел его, который познакомил его с пиетизмом. Есть одна из версий. Я знаю фамилию этой девушки. Элизабет Велк, его фамилия. И он перед отъездом срочно женился, чтобы вместе с ней уехать в Одессу. И уже там у него были дети у Линдла. Мы знаем о двоих детях. Первый, Самуил, он родился в Сарате. Но это один из поводов. Второй повод, я уже сказал, что он не признавал где-то крещение. Это очень серьезно. Но самое главное было другое. Самое главное то, что изменились взгляды русского царя. Александр Первый еще быстро менял взгляды. 23-й год. Дворянство в России бунтует. Скоро будет восстание декабриста. И вот в чем обвинили Линдла, прежде всего. И главная причина, почему царь его поселил. Линдла обвинили в подготовке постания против русского царя. Он собирает людей с тайной целью совершить переворот. Вот эту информацию этот епископ католический донес, как вы думаете, до того. Он донес до австрийского канцлера Меттерника. А Меттерник был очень хорошим другом Александра Первого. И вот на одной из встреч Меттерника Александра Первого, Меттерник сам католик, рассказал о том, что происходит в Сарате. Александр Первый обещал разобраться. Но все, что он сделал, он прислал сюда одного из своих чиновников, чтобы проверить. Особых таких причин не нашлось. И тем не менее, напуганный подъемом такого движения внутри страны, то есть он первый пишет указ о выговорении Линдла за пределы России. То есть, знаете, есть такое выражение. Он пригласил... Есть такое выражение. Когда ящерицу догоняют, она отбрасывает свой хвост. И хищник набрасывается на хвост, а дальше. То есть лес рубит щепки лететь. А если он первый решил, избавившись от Линдла, может быть, как-то успокоить своих оппонентов. И когда привезли указ царя... В моей книге очень подробно описано это встреча. Линд стал перед выбором. Или перекрыть свой проект, полностью закрыть его. Или ему уехать, чтобы отвести удар в официальскую колонию. И он принимает второе решение. Он уезжает из России. Он просит, чтобы сохранилась эта колония. Потому что еще все ждали пришествия в 1936 году. А эти события происходили в конце 1923 года. 1823 года. Линда сохранил полный контакт с Саратой. Переписывался, будучи в Германии, в Герлине. И вплоть до своей смерти в 1845 году он переписывался с Саратой. Он продолжал ей руководить. Духовный наставник. Это величайший, я считаю, жизненный подвиг. Он и похоронен в Германии. Мы недавно узнали, что в городе Вупертале сохранилась могила Игнаца Линдова. Огромный крест. Есть фотография, я могу вам показать. Это все, если вас интересует. На которой написаны слова. Смерть где твоя жала, а где твоя победа. Это действительно гимн его жизни. Это о нем. Одной из идей Линдова было построение семинарий. Пиетисты не мыслили свою дальнейшую жизнь без подготовки учеников. И вот здесь мысли Линдова и Капитал Вернера вместе сделали большое чудо. В Сарате в 1844 году была открыта миссионерская школа. Но о ее истории, это отдельная тема, мы не можем сейчас не сказать о Вернере, а о его завещании. Вернер приехал сюда в 1823 году, в июле месяце, Кристиан Вернер. И пробыл всего два месяца в Сарате. Ему уже строили дом. Непонятная болезнь 1 сентября 1823 года уложила его в постель. И тогда уже на смертном мудре, чувствуя свой приход, он пишет завещание, которое лично подписывает. И передает Линду. А в завещании одним из главных пунктов было указано. Если не слышал. Да. Передает эти средства на строительство Царства Христа. И как семинария указано, как одно из направлений строительства семинарии. То есть это завещание Вернера сыграло решающую роль, когда Сарата пробивала строительство школы, которая получила имя Вернера. И школа была построена и начала уже действовать в 1944 году? В 1944 году. Школа была предусмотрена как семинария. Но Министерство образования России сделало все, чтобы сделать ее светской. Старости Сараты, Фейгелю пришлось очень много приложить усилий для того, чтобы сохранить статус школы. И в то же время выполнить некоторые требования Министерства образования России. Вот это сейчас уже в моей новой книге. Эти все вопросы. Эти все вопросы рассматриваются. И там, в этой школе потом готовили преподавать к учительнику. Именно. И так самыми первыми были, выпускниками были служители церкви. Об этом шла речь. Но Российское Министерство образования начало добавлять сюда земли миру. Нужно же осваивать новые территории. Агрономы. Начало расширять. Что-то вроде университета такого. Это первое высшее учебное заведение. Педагогическое на территории Бессарабии. Первое. Удивительная история. И мне не хватит времени рассказывать. Я сейчас как раз заканчиваю в списке выпускников 2100 выпускников этой школы. И они все разъехались по Бессарабии. Причем поступали-то сюда наиболее одоленные дети. И получая такое образование, они разъезжались по своим селам. И становились цветом интеллигенции. Кстати, к вашему вопросу. Именно они потом создавали, развивали свои церкви. И если вы интересуетесь вопросом развития христианства, да, скажем так, баптистского движения, то вы не обойдетесь без выпускников школы Вернера. А у меня в Сарате один из выпускников школы Вернера написал книгу. Кристиан Фис. И эта книга у нас есть на немецком языке. Я, кажется, видел в музее. И Фису удалось сохранить фамилию всех выпускников. И мы сейчас имеем эти списки. И я сейчас их опубликую. Но что касается вас, я могу уже сегодня пройтись по спискам и показать вам, кто из Молдавии. И кто сейчас находится в территории Молдавии. То есть, выпускники школы Вернера, которые вернулись в Молдову. И, возможно, они где-то... Это был цвет интеллигенции Бессараки. Он здесь, в Сарате, готовился. И Дима, Дима, Дима. Действительно. Протестанты прекрасно понимали, что без миссионерского движения он может быть развития. И даже когда в 36-м году не пришел Христос, ну, это одна из ошибок пиантизма. Мы сейчас прекрасно знаем, что, кстати, хелиасты аж до Кавказа дошли, по этой же и теме. Они там хотели встретиться с Христом. То это движение не прекратилось. Оно трансформировалось. И ученики Лины достали литературу. Ну, интересно, что эти элементы. Потом они исчезли, но осталось самое главное. Это то, что люди собирались изучали в Писании, изучали глубоко это желание, стремление изучать в Писании. Оно осталось. Оно передалось дальше. И так возникло, что литератское движение. Да. Позже... Которое потом переросло в литератское движение. Сарата стала литеранской колонией. Но литеранство в Сарате носило отпечатки пиентизма. Это очень интересная вещь. Долгое время сохранялись традиции. Многие. Хотя между пиетизмом и литеранством очень серьезные. Есть вопросы, которые... Богословские. Но вот такая уникальная стадия. И колония Сарата буквально за несколько десятков лет стала одной из самых процветающих и перспективных бессарапий. Именно здесь... Бессаратских заводов. Это тоже отдельная тема. Сарата начал развиваться такими темпами, что стала не только, как мы знали, духовным и образовательным центром. Она стала одним из промышленных центров в Бессарапии. Культурным центром и образовательным центром. О медицине Сарата вообще... Имя доктора Доблера вам что-нибудь говорит. Он тоже выпускник школы Вернера. Это один из наиболее известных врачей вообще здесь, в Бессарапии. Я о нем тоже могу много рассказывать. Выпускники Вернера в школы. Доктор Фридрих Кнауэр. Профессор Санкт-Петербургского университета. Легендарная личность. Это, наверное, вы все напишете в книге. Да. О наиболее известных в выпускниках я отдельно... Да, это, конечно, будет очень интересно узнать. А теперь, видимо, вы хотели узнать к нашей теме, да? Как пиетизм повлиял на развитие баптизма. И какая взаимосвязь. Вот именно то, что сделал Лин. Да. Как это повлияло на баптистское движение? Да. Наверное, нам надо понять богословие пиетизма. Одним из основных принципов изучения слова Божьего. И специальные были часы, когда люди собирались только над изучением слова. В других движениях, даже в некоторых протестантских, такого нет. И вот именно это повлияло на развитие баптизма. Каким образом? Я рассказываю об этом сейчас уже с позиции моей судьбы. Я сам родился в соседнем селе Заря, в Болгарское село. Мой дед, мой дед очень часто приезжал в Заразу для того, чтобы устроиться здесь на работу. Богатые немецкие промышленники принимали на работу там на день, на два на месяц. Хороших работников дольше содержали, даже повышали. Хорошо платили. Что интересно, то, что платили. Я-то говорил, что если он неделю работает у немцев, то он ими может всю зиму прокормить семью. Если хорошо работаешь. Но я о чем хочу сказать. За час до окончания рабочего дня все рабочие предприятия собирались вместе. И им читалось слово Божье. Вот болгары, украинцы, молдаване, которые по соседству жили с Саратой, получили доступ к Слову Божьему. У них не было еще своих. Мы своих церквей. Но, кстати, еще один факт. У Лейнгла здесь был склад библейского общества. Конечно. Через него распространялась Библия здесь. Тогда, когда он основал Сарату, здесь был склад библейского общества. Да. Мы знаем в этих фактах. И в моей книге как раз описан один из эпизодов, когда он дарит Евангелие чиновнику, который приехал его проверять. По указу царя. Мне очень интересно читать нашу книгу. По указу царя. То, что Лейнгл был миссионером, прежде всего, это даже не обсуждается. Но то, что я говорю о том, как дальше пошло здесь. Немцы в 1940 году по указу Молдавиатова покинули территорию. Остались группки людей, которые продолжали изучать Слово Божье. Так называемые штундистские кружки. Штунт – это час, так, поведенный. В немецком языке слово «сунт» означает «час». Час изучения Библии. И я считаю, что это одно из основных направлений, которые дают толчок для… Изучения Библии. Изучения Библии. Изучения Библии. И появление баптистов здесь. Почему? Вы, наверное, изучали, что вот наш район, юг Одесской области, бывшая Бессарабия, бывшая всего в аптейских церквях. Это совпадает с территорией, которой занимали немецкие поселения на этой территории. Я убежден, что это один из основных моментов, то, что здесь были немцы, то, что они передали местной форме служения уже населению нашего. Тем, кто остался поселения. Это пиетийское движение. Именно пиетийское движение. Именно это пиетийское движение было значено в Лимбан. Имя. Здесь, на этой территории… Здесь, на этой территории, он первый пиетий, почва. Да. Это движение. Его надо ставить в один ряд с основателями. И о нем важно, чтобы он в какой-то мере… Он апостол, апостол для наших. Для наших стран, для наших стран, давно еще до того, как началось уже прибойник империи, давно до того, как пришло движение из Петербурга, из Кавказа, здесь началось это движение пиетийское применение. Не все так просто. После отъезда Линдла и смерти Вернера, они пиетисты бросились в другую крайность. В общем-то, символику. Они занялись… Мистицизмом где-то. Прежде всего, да. Мистика, которая охватила это движение. Но это было недолго. И до 1936 года Сарата не принимала католического священника, которого им посылали. То есть, они стояли на позициях протестантских до конца. До тех пор, пока, в общем-то, вынуждены были применения типа луна лютеранской церкви. А лютеранство продолжило эти традиции. Несмотря на разногласия, оно развило эти традиции. А, Малатийская церковь, когда началась здесь, в Сарате? Как появилась в Малатийской церковь Сарате? Это уже другой вопрос. В тот период, когда реставрировалась эта кирка, в Сарате не было баптистской церкви. В 95-м. В 95-м. Было 5-6 человек баптистов, которые ходили в соседнюю церковь Зарянскую. И там проводили служения. Но в период реставрации этой церкви, та церковь переехала сюда и строила ее. И вот, Кен пригласил работать баптистов издали. Среди них был и прорабом был пастор, нынешний пастор нашей, сегодняшней Саратской церкви. Тогда было 6 человек, жителей Сараты. А после реставрации этот пастор, он был джаконом Зарянской церкви, перешел сюда, в эту церковь, джаконом. А больше всего усилий приложил первый пастор Саратской церкви, Петр Константинович Георгиев, который тоже был служителем. Нынешний тоже Георгиев. И первый. Болгарин. Болгарин. И Петр Константинович, став пастором этой церкви, привлек некоторых членов издалианской церкви, в том числе и будущего нашего пастора. И сколько у вас членов сейчас? Сейчас около сотни, только в Сарате. Но у нас есть две дочерние уже церкви. Которые образовались в Молодого и в Лихтентаре. Кстати, эти две церкви появились в тех местах, где были немецкие колонии раньше. Колония Лихтентар, это нынешняя Северная Долинская, и колония Эйгенфельд, Молодого. Что получается? Получается, что продолжается вот это движение. То, что немцы оставили в жителях этих мест, протестантское мышление, пиетистские некоторые взгляды, они сейчас дали всходы. У нас появились две церкви, баптистские, именно в этих населенных пунктах, которые были немецкими. Мой второй дед по отцу, он сам переехал в Адумирской колонии бывших немецких. Не хотел вступать в колхоз, не хотел давать лошадь. Приехал сюда с своей семьей. И тоже, в общем-то, вот так и пошло в семье у меня. Очень интересно. Наверное, у наших слушателей возникает вопрос, где они смогут приобрести эти книги? Что касается моей книги, она пережила уже три переиздания. И все время расходятся. У меня, действительно, я раздаю эти экземпляры. Спонсором первого издания были жители Сараты. Я обратился лично к людям, профинансировали. Второе издание мне помог сделать мэр Сараты. А третье уже районный совет издал. И эти книги расходятся. Я не могу. Во-первых, я их раздаю людям. Но там, где была возможность продавать, продавали только не я уже. Допустим, заплатили люди за мою книгу в типографии. Они становятся хозяевами уже. Они могут ее продавать. Вот таким образом книга распространилась. Но сейчас опять испытываем дефицит. И, возможно, к 200-летию Сараты... При издании, переиздании этой книги, особенно книга про Шкону Бернера, то хочу заранее попросить у вас, чтобы вы передали нам. Мы хотим купить у вас 100 экземпляров одной, 100 экземпляров другой. Потому что я уверен, все те братья и сестры с Молдовы, которые слушают это видео, будут заинтересованы прочитать. Я только открыл книгу и начал в ней читать. И мне было очень интересно прочитать. Она написана очень интересно, очень захватывающе. Там очень много историй. Не таким академическим языком, не простым языком, каким вы нам объясняли. Сейчас у нас с вами будет возможность. Я вам сейчас покажу уже списки выпускников школы. И вы увидите очень много представителей Молдовы. И даже сейчас они живут. То есть они не живут в Молдове, но населенные пункты остались с новыми названиями. Мне очень интересно. И очень много еще других вопросов имею. И надеюсь, что вы будете расположены помочь и мнению вопросов, которые имею в написании истории баптистов Молдовы. Очень благодарю вас за всю эту интереснейшую информацию и за труд, который вы прикладываете в изучение. Знаю, какой это большой труд исследовать все эти источники, писать и приносить, доносить всю эту информацию до людей. И очень интересно, что люди, светские люди интересуются этой информацией. Тем более мы, верующие, должны интересоваться и молюсь, чтобы Бог благословил вас во всем. И прошу также и наших зрителей, чтобы вы помолились за нашего дорогого брата Петра Ивановича Узунова. И помолитесь также и за меня, и за ту книгу, которую пишу сейчас, и которая вывез в первом русском. Потом уже будем ее переводить и на русский. И, конечно, давайте будем подражать, к примеру, всех этих служителей, о которых мы с вами сегодня слышали, и о том, как хорошо работали в единстве эти люди Ленгу и Вернов, и какие великие дела, как использовал Господь этих людей для великих дел здесь. Да благословит вас Господь! Спасибо.